Я Митсубиси Гаком называю, а Гак Чанганом мать его ховал. Да сколько можно нам китайских денег? От денег те я уже блевал. Здравствуйте, добро пожаловать на канал Филавто. И сегодня у нас будут два... Ну, это Мастодонт, это Самурай. Вот я в него сел, да, все, я в теме, я дома. Ну и, соответственно, наш новенький подопечный это Гак ГС-5. Как бы кроссовер, как бы комфортный, как бы динамичный, хотя нихрена он не динамичный, да. Я пытаюсь вроде бы выжать там из себя, как вот, знаете, вот здесь машины-компромиссы. Вроде бы вот, ну да, экономия там и все такое, и налоги маленькие. Но, блин, вот куда ни ходи, как ни крути, кому что не рассказывай, да. Какие бы бабки от китайцев я не получал, но, сука, Япония, это всегда будет Японии. В общем, Mitsubishi Outlander 2.4, 167 лошадиных сил, полный привод, естественно, 7 мест. Что у нас там? Комплектация, по-моему, ультиматум 2 миллиона 400 тысяч рублей. Вот слушайте просто в эти цифры, 2 миллиона 400. И наш китаец, ГАГ ГС-7, 1.5, турбина, передний привод. Володя, он ржет за камерой. Передний привод, 1.5, 137 лошадиных сил. Обещают нам чип, вот. Но это вот реально, я вот сейчас сидел, мы сейчас в Володе ехали, я говорю, это реально вот эта обдираловка. Блин, 137 лошадей, но у нас есть чип. А сколько чип стоит? Да 30 тысяч рублей. Да давай поставим. Короче, мы добавили там до 150 или там до 70. Он нихера не едет и жрет бензин. Короче, вот так вот. Ну, для меня это реально вот на немалого. Вот этот вот чип. Вот, поэтому, ну, поставили мы их вместе. Кстати, они реально одинаковые. Даже вот по размерам. Ну, багажники мы сейчас посмотрим, да, оснащение посмотрим. Но я вам честно скажу, вот эта вот штука, да, вот этот вот автомат Калашникова, он реально по оснащению проигрывает китайцу, да. Хотя, 2400. Говно пластик. Кожа такая же, как китайцы, да. Практически вот все такое же. Но вот то ощущение спокойствия, да, оно здесь есть. Почему, я не знаю. Напишите в комментариях, почему. А это вот как я, вот я сейчас безработный, да, каждое утро я встаю и что-то у меня в голове, что-то какие-то перестановки. Я чувствую себя не очень комфортно. Я вам скажу почему. Потому что у нас на подкорке, в совдеповской теме, да, мы же все, я же, ну, мне 40 лет, я из совдепии. То есть у нас на подкорке рано утром встать и идти на работу. То есть когда ты не работаешь, ты ощущаешь какую-то безнадегу, какое-то душевное, ну, неравномесие. Вот то же самое и здесь. Ну, казалось бы, да, 2400 Mitsubishi практически голый, нихрена нет. Там экранчик вот такой вот, а в этом экранчике вообще просто смех, да. И мы выбираем его. Почему, я не знаю. Друзья, давайте будем смотреть. Что сразу будем смотреть? Ну-ка давай. Давай будем смотреть Mitsubishi, потому что, по идее, никому не носим за 2400. Давай задний ряд посмотрим сразу же. Это у нас необычный Outlander, потому что здесь 7 мест. Где-то я на драйве читал, что, в общем, здесь получается 7 мест, только с 2,4, да. Я читал на драйве, что один человек решил на трехлитровой Mitsubishi, трехлитровый стоит 2600 на минуточку, вот, это 2400. Он решил на трехлитровый поставить, ну, третий ряд сидений, и у него вроде бы получилось. Смотрите, друзья. Вот эта тема я люблю, вот эти вот защелки, да, в Mitsubishi. Никаких вот этих вот ниточек, ничего. Вот, получается мы. Просто отъезжает, да. И сразу вот, чтобы удобно было вам показать. Ну, благо, у нас еще есть здесь открытие багажника, который почему-то не открывается. А, ну вот, все. Задумался. Он не понял, что я от него хочу. Так же, как ГАК на это, с этим, с сидением. Тоже не понял. Смотрите, друзья. Ну, вот такой вот багажник. Это, если у нас сложен третий ряд сидений, да. Имейте в виду всегда, если у нас третий ряд сидений разложен, вот, пожалуйста. Это вот штучка для опускания его, получается. Если он разложен, то у нас вот, все. Вот, допустим, по этой штучке, вот, все. Такую же рядом положи, и как бы и более ничего. Но, смотрите, здесь какой плюс, что я нашел. Мы сетку можем положить вот сюда вот. Сложить ее, да. Вот какие-то уже бакланы московские блогеры оторвали. Суки. Вот. Ну, то есть, получается вот так вот. Багажника мы не будем иметь. Это третий ряд сидений. Я, честно говоря, не понимаю. Но все вот говорят, надо купить три ряда сидений, да. А зачем? Ну, вот мы разложили, да, разложили все три ряда. Вот у нас остается вот такой вот багажник. Вот ты поедешь с семьей куда-нибудь отдыхать. Что ты в него положишь вообще? Ну, вот осталось. Вот реально багажник. Для чего третий ряд нужен? Я не могу понять. Вот, для чего третий ряд нужен? Ну, вот три ряда сидений. Ты всех посадил, да. Сумки куда будут складываться? На крышу? Ну, как вариант, да. Эти же устанавливаются, как их называют, вот эти вот штучки. Тем более, смотри. Смотри. О! Вот это я понимаю, да. А здесь, смотри. Вот на этом. На гаке. Но здесь я не буду так рвать, потому что я боюсь. О, видишь, смотри. Они уже шатаются вместе с крышей. Вот за это, наверное, люди и любят японские машины. Давай посмотрим. Третий ряд. Ну, во-первых, дверь. Видишь, как открывается? То есть, не очень широко. Сиденье. Сиденье до конца. Вот, до конца уперли, да. Прохожу. Ну, вот я сел. Вот я сел здесь, да. В принципе, нормально. Смотри. Опять же, если мы... Вот, то есть, если вот так вот сидеть, вот. Они у меня упираются. Здесь подстаканник есть. Два подстаканника, да. Есть у нас крепление для ремней безопасности. Причем, нормально такое, грамотное крепление. Здесь просто обычная ниша. Здесь ничего нету. Ой, ёбкарный бабай. Вот зайди с той стороны, с багажника. Я тебе покажу сейчас что. Смотри. Это что такое? Вообще, ёбкарный бабай. Как так? Блин. Это ужас. Это тихий ужас. Опа-на. О! Охренеть. Ладно, хорошо. Сейчас мы это дело все сложим, да. Вот смотри, чего у нас здесь нет. Розетка есть. Это хорошо. Подсветка у нас сверху. В принципе, тоже хорошо. Молодцы. Грамотно все это дело сделали. Эту вот сетку я не буду доставать, да. Эту вот фигню. Она, ну, она реально убогая. Ну, посмотри. Ну, просто вот тряпка, да. Вообще прям реальная тряпка. Мне хочется сказать. Ребята, а вы что, блядь, экономите на покупателя? А потом, бля, понимаю, ну, это же, это же вечность. Реально, это Mitsubishi Outlander. Это вечность. Особенно 3 литра, когда V6. Ох, вообще хорошо. Ладно. То есть, это называется уважение к бренду, уважение к марке. Вот я испытываю к этой марке уважение. И я не могу сказать, что там здесь говно, это говно, там здесь они продешевили, здесь они нас наебали. Вот я этого не могу сказать. Мне хочется просто вот так вот сделать. Вот так вот, реально. Хоть это и стоит, до хрена, но... Подожди. Вот так вот. Ну, это Mitsubishi. Это на подкорке. Это качество. Вот по-другому это никак не назвать. Дверные карты, да. Ну, мягко, нормально, пластик обычный. То есть, как бы, ну... Все обычно. Все, как и должно быть в Mitsubishi Outlander. За 2 миллиона 400 тысяч. Кстати, есть у нас вариант на переднем приводе, да, Mitsubishi. Он начинается от миллиона 700. То есть, мы можем взять Mitsubishi на переднем приводе Outlander миллион 700. Вот. Этот же автомобиль у нас в максималке стоит миллион 800. Вот. И здесь, друзья, здесь тема очень интересная, я вам могу сказать. Начиная от того, что мы, допустим, как у нас открывается задняя дверь, начиная от этого. Мы уже ее реально задрочили. Мы в Обухове ее дрочили, дрочили. Вот. Мы сейчас сюда приехали. Тоже, короче, ее дрюкали. Друзья, начинайте настройку машины вот с мультимедийки. Там есть все. Но если ты реально уже человек в возрасте, ну, ты заколебаешься. Вот, допустим, моему бате, да, и ГАК, да, ему вообще там ничего не надо. Он даже в камеру заднего хода смотреть не будет. Хотя камера в ГАКе охрененная. Она очень качественная, она очень резкая и очень хорошая. Здесь же камера посредственная. Вот она есть, да, она не очень плохая, как, допустим, в TIGA 8. Потому что в TIGA 8 это просто кранты. Вот. Она такая средняя, среднего качества. Здесь же прямо вот как нормальный, хороший такой китайский телефон. Давай еще раз. Еще раз заход. Женя Филоненко. Вот видишь, она вроде настроена. Все нормально сделано. Ну, почему, блядь, эта вот херня происходит, блядь? Вот видишь? Вот опять. Может, подальше отойти? Слушай, я когда снимал K5, владелец тоже, короче, бегал, бегал, ходил, 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 подальше там отошел, туда-сюда. Ну вот, смотри. О! Женя Филоненко. Видишь? Почему так неизвестно? Ну, давай вот сейчас еще раз. Все, закрылась, да? Та-тан-та-ра-ра-ра-ра-ра. Та-тан-та-ра-ра-ра-ра. Та-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Видишь? Ну, почему? Там настроено все. то есть вот такая вот проблемка давайте будем смотреть электрокнопка но здесь мы принципе тоже и имеем да но 2 400 миллион 800 ничего никого никуда ни к чему не призываю друзья то же самое розетка подсветка все хорошо все есть и причем багажник принципе ну как бы неплохой по размерам вот такая вот сразу у нас уже это дверная карта смотри она кажется вот как она складывается подожди вот видишь оба и вот сюда вот нет но нормально хорошо где вы такое еще видели по-моему нигде на ну на немцах ребята я думаю что они не удосужиться вот это вот делать а зачем а для чего ну вы же так будете покупать эти тигуаны ваши потом дрочить на них чё дурные а тут смотри смотри вот с этой темой да я могу своему ребенку дать он с ней будет играть он из нее что-нибудь придумает это вот но это же китайцы это же вообще ужас какой это уже делали наверное дети вот запаска у нас кусок там шумки и вот такие вот органайзеры все аварийный знак хорошо качественно нормально запихать по периметру можно все что угодно трос например китайцы они же ломаются очень очень быстро и очень сильно поэтому трос реально вам пригодится друзья вот по большому счету здесь больше ничего нет креплений здесь нет нет а здесь честно я уже по-другому не могу говорить здесь у нас есть боковые крепежи вот ну 2400 друзья надо полагать закрываем давайте будем смотреть задний ряд уже но она все на ходу отваливается смотри я знаю почему и я вот я знаю я не буду грешить на данный автомобиль это потому что вы московские блогеры вы плохо относитесь к машинам из пресс-парка вы их дрючите а мы ребята из себе и холим лелеем ладно ой мать моя женщина смотри один два два юсб порта два смотри два внимание друзья два везде порта дефлекторы вот такие вот тоже где такие дефлекторы видел он на жигулях на вас 206 вот такой вот подлокотник но совсем прям ну прям убогий такой прям вот прям прям малыш вот ну и как бы посадка здесь такая капитанская сидится хорошо но вот смотри единственное что смотри у меня ладонь влазит да то есть они какие-то такие курсы слегонца ну чуть-чуть чуть-чуть можно вот отклониться и как бы все ну сидушки мягенькие кармашек совсем небольшой ну и все более здесь ничего нету легкий такой поребрик ну потому что у нас полный привод соответственно подсветка друзья давайте посмотрим гак здесь да здесь во первых широко дверь открывается то есть проход просто слушай мне можно тушь смотри мне можно вот так вот здесь ничь увидал ты понял вообще капец вот это да давай блять как заботиться вообще обо всем но с любимая женщина я уже здесь не залезу с маринкой тем более большое кресло огромное сидится в нем хорошо прям такая посадка классная супер огромный панорамная крыша подсветка изумруд до подлокотник в котором можно разместить да все здесь можно разместить по как-то как как там положить можно здесь все и здесь можно все положить у меня от удовольствия слюна И здесь можно все положить, и здесь можно все положить, и здесь можно положить все. Смотрите, с перфорацией. Вот это вот мне нравится. Коричневая, да, с пересечением таким темненьким. Ну классно, смотрится вообще хорошо. Смотрите, один USB-порт, два дефлектора. Но здесь уже, мне кажется, дефлекторы такие, но более-менее современные, от Priora. Вот они больше немножечко похожи. Там же в Outlander дефлекторы от VAS 2106. Я хочу сесть за руль GAC. Там много интересного. Я хочу порукоплудить вот в этой вот херне, которая постоянно пикает. Ну она реально, друзья, вообще-то капец. Это ужас. Все, пересаживаемся вперед. Заводим балалайку. Я придвигаюсь. Это хорошо. Это плюс. Молодцы. Миллион восемьсот меня придвигает. Это нормально. У нас есть шайба. Выбор режима движения. Вот эти вот четыре штучки, да, они вот до сих пор, я до сих пор их не могу изучить. Это получается мод, да. Это что у нас? Смотри. Переключение, во-первых, радио, да. Это у нас громкость. Запоминайте, друзья. Два раза показывать не буду. Это у нас вообще выключение экрана. О, смотри. О, вообще класс. Двухзонный климат-контроль у нас здесь есть. Ну, включайся. И меню. Меню, 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 меню. Ну, что, как, кого, где, куда? Вот. Давайте будем смотреть настройки. Настройка автомобиля. У нас здесь умная есть тема. Умный автомобиль. Он, сука, настолько умный, что он просто задолбает своего владельца вот этим вот пищанием. Когда двери автомобиля закрыты, а действительно умный ключ от автомобиля... Бля, я не могу уже это читать. Дистанционная разблокировка. Все двери. Только водительская. Авторазблокировка дверей при выключении зажигания. Ну, понятно. Умное открытие. Умное открытие задней двери. Открыть со звуком. Закрыть. Открыть со звуком. Короче говоря, вот эту вот херню делали дети китайцев. Где-то здесь они что-то не доделали, потому что он реально же, блядета, пикает. Слушай, ну вот, а как вот записк? Как его убрать? Дистанционная разблокировка? Нет. Может быть... Подожди. Поковое зеркало. Звук. Звук, звук, интересно. Умная разблокировка дверей. Вот это вот не надо. Умная разблокировка дверей. Вот это вот тоже не надо. Все. Короче говоря, мы это все сделали. Настройка кресла. Смотри, что тут есть. Автоподогрев. Распознавание умного... Слушай, ну тут ключ настолько умный, что он может, мне кажется, хозяина просто за**ать до потери пульса. Это будет восстание машин. Функция запоминания положения сидений здесь есть. Здесь, кстати, есть память сидений за миллион восемьсот. Где есть память сидений за миллион восемьсот? Мне кажется, в старом... В старом Лексусе 2007 года. Там есть память сидений за миллион... За миллион... Миллион двести, наверное, вот так вот. Потому что на других машинах нету. Помощь при вождении. Ну вот, спорт. Давай поставим. На нем мы уже ездили, в принципе, на этом автомобиле. Смотри, мы можем предупреждение о превышении скорости даже здесь поставить. Двухсот мы можем херануть. Вот нормально же? Хорошо? Красиво? Молодцы. Ну, я ставлю пятерку за вот эту медийку. Единственное, что вот эти вот у нас полоски, да, но они огромные. Их надо расширить. Вот. Что мы имеем здесь? Подогрев сидений. Причем, смотрите, у нас он такой... Такой невключаемый, блядь. И здесь... А, ну, слушай, здесь вообще вентиляция должна быть сидений. А ее нет. Я это видел в Cherry Tiggo 8. Ой, в Cherry Tiggo 7 Pro. Вот эту клавиатуру, Citroёновскую, да. Смотри. Прикольно выглядит, во-первых, вот этот экран. Он белый. Вот. Не знаю, конечно, как это будет ночью выглядеть, когда ты будешь ехать по темной трассе. Вот это будет ли бить в глаза или нет. Но сейчас выглядит очень хорошо. Ярко. Прикольно. Вот. Шайба у нас тут режим зима, нормальный и эко-режим выбирает. Вот. Скажу сразу, ребята, 137 сил на тонну, по-моему, 600 он весит. Но это очень мало. Реально очень мало. Хоть спорт включай, хоть как. Вот. Да, она набирает скорость. У нее до 6000 оборотов. Можно ее, короче говоря, крутануть. Но, в принципе, этого очень мало. На этом, на том гаке, на Обуховском. Сколько там был пробег? Ну, косарь, по-моему, был, да? Да, косарь. Здесь тоже косарь. Вот. Ребята говорят, что типа после обкатки 5000 все будет нормально. Но, я не знаю. Надо будет проверить. Потому что на косаре едет она действительно не очень бодро. Вот. Ну, то, что там она, расход у нее бензина, там большой багажник. Это как бы все нормально. Я сейчас, для меня как бы, вот сейчас почему-то главная динамика. Я не заботюсь о большом багажнике, там, я не заботюсь о заднем наряде сидений. Для меня главная динамика. Если она не едет нормально, то тачка мне, в принципе, не интересна. Вот. Вот так вот. Постаканники. Здесь у нас беспроводная зарядка телефона. Есть розетка, есть два USB-порта. В принципе, тачка оснащена. Там у нас один USB-порт, здесь два. Ехать, в принципе, можно. Вот опять же, смотри. Взял вот так вот руку, приложил, она закрылась. Если я сейчас вот так вот приложу, видишь, она не открывается. То есть, нужно обнять ручку. Вот так вот всей ладонью. Походу, здесь какая-то эта есть. Вон, все, закрылась. Опять же, по поводу гака, да. Да, изначально, когда ГАК только зашел на Россию, было всего, по-моему, три дилера. Это Автолайт, вот. Это дилер во Владимире и дилер, если не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге. Нет, в Питере, по-моему, не было. Но было три всего их. Вот. Сейчас уже их стало больше. То есть, это почему? Потому что машины стали лучше продаваться? Или потому что машины стали хуже продаваться? Что они стали их как-то разрастать? В общем, ваше предложение и комментарии указывайте. Почему? Почему стало дилеров больше? Вот. Поэтому, ну, качество, в принципе, быть должно. Ну, а здесь качество уже есть. Причем проверенное. Это был канал Филавто. Всем удачи и пока.